Я вижу, что наш гость уже готов. Друзья, это тот самый горячо желаемый и требуемый вами все это время Айдер Муждабаев, известный журналист. Айдер, я тебя приветствую. Салям алейкум, всем привет зрителям вашего канала. Алейкум ассалам, ты знаешь, я не шучу, но вот буквально в каждой программе, знаешь, вот в каждом выпуске у меня кто-то напишет в чате, а где Айдер Муждабаев, почему его не приглашаем. И мы корректируем это упущение уже многомесячное. Мы рады приветствовать тебя в эфире утро февраля. И вот я знаю, что все-таки немецкое правительство прислушалось к твоим гневным воззваниям. Я слушал твой последний, буквально свежий твой блог на твоем канале, друзья. Подписывайтесь на ютуб-канал Адера Муждабаева, где ты просто на 20 минут разносил, на чем только мир стоит, наших немецких коллег. Вот сейчас, как преобразовались твои ощущения по поводу Германии и ее правительства? Ну вот так, знаешь, иногда, когда кто-то тормоз, да, просто тормоз, по разным причинам, бывает, что это и раздражает, и это абсолютно раздражает объяснимо. И это очень гнусно выглядело, но сработал эффект, который они не понимали. Немцы, немецкие политики современные, вот этого поколения, большинство, по крайней мере, наверное, не понимают, что так вести себя уже невозможно. И на фоне такого поведения Германии, конечно же, Нидерланды, другие страны подумали, господи, лишь бы только на нас не подумали, что мы как немцы такие же. И они начали искать, они, может, и не хотели сначала давать эти танки, но сейчас уже каждая уважающая себя страна Европы найдет хотя бы один, два, три танка, 30, 15, 10, сколько угодно, и отдаст. Потому что не будь как немцы, это стало лейтмотивом просто, да, я надеюсь, что это для самих немцев станет лейтмотивом не будь как Шольц, потому что поколение этих политиков, оно безжалостно абсолютно уходит. Это те самые политики, которые председательствовали и участвовали во всяких советах России и Германии, которые 20 лет кормили Путина конкретно, прекрасно зная, но у них разведка же не просто так хлеб зарабатывает. Они знали, на что Путин тратит деньги, которые, вот эти сверхдоходы, которые шли в Россию по нефтедолларам, нефтедоллары и газодоллары. Они разворотили абсолютно Россию, которая перестала думать вообще о хлебе насущном, когда как бы медведь не думает о хлебе насущном, ну или там свинья, я не знаю, какие животные, он начинает грызть все вокруг просто, да, когда им нечем заняться. Ну вот они воспитали, они вырастили этот рейх, и то, что они помогают Украине, конечно, огромное спасибо, и там пишут всякие возмущенные товарищи мне в комментариях, что как же так, вот у них самая большая поддержка, польза Соединенных Штатов. Я говорю, ну да, конечно, но правда Соединенные Штаты не давали там по 100 миллиардов долларов в год Путину и себе еще на карман откладывали. Как бы это же выгодно было и немцам, вот и как бы русским. И казалось, что после Штайнмайера, который честно заблуждался, да, он признал свою вину, признал ошибку, ну как бы уже эти грабли уже как-то так в стороне где-то стоят от правительственного здания, от канцелярии, там, от Буддастага. Но нет, оказалось, что люди вот с задатками, так сказать, такими поисками граблей существуют, и среди них оказался канцлер, который прыгнул на эти грабли снова, получил, ну я думаю, ему и детям хватит штук 100 карикатур в ведущих европейских журналах разных стран американских, да, получил проклятие мысленное или громкое от многих людей. Жалеть я ему не буду, потому что он не в Бахмуте находится и ничем не рискует, вот, и ничего он не потерял, вот, жалости политики вообще недостойны, это не профессия для жалости, да. Но логика такая, что вот не будь как Германия, это теперь надолго, надолго станет в Европе так, да, и Германия таким образом сама добровольно как бы показала, что ее место не лидер. Что, и вообще вот сейчас, знаешь, что интересно, нам всю жизнь убеждали, вот эти сторонники теории заговора, да и просто не очень умные люди, что часто одно и то же, в том, что, значит, все войны в мире идут за ресурсы. Значит, там война, это нефть, здесь война, это газ, там война, это золото, там, ну, наверное, наверное, так было в веке в 13-м, в 14-м, может, в 15-м, наверное, еще в 17-м за ресурсы воевали, и, наверное, чуть-чуть даже в 18-м. Но уже в 19-м воевали не за ресурсы. А после проглашения национальных государств войны точно шли не за ресурсы. И невозможно объяснить никакой войной за ресурсы нападение Путина на Украину и геноцид, который он творит. Ты забыл про соль и гипс под Бахмутом. Да, соль и гипс, да, ну, как бы у кого что в голове, у кого соль, у кого гипс, у кого порошок, у кого вата, там, я не знаю, в голову не заглянешь, с виду вроде умный, из ведра воду не пьет, глазами моргает, называется экспертом. А несет чушь собачью. До войны давно уже не идут ни за какие ресурсы, ни за какие ресурсы не шел ни холокост, ни за какие ресурсы не идет ни эта война геноцидная. Это давно уже маниакальные войны, маниакально-политические войны. Это период маниакально-политических войн. Вот этой войной он должен наконец закончиться, потому что надо силу показать маньякам и больше не давать им разгуливаться и не выращивать их, как это делала Федеративная Республика Германии, которая в один момент вдруг за деньги. Вообще, если немцам показать деньги и сказать, что им ничего за это не будет, то весь мир они разнесут к чертовой матери. Это уже давно уже было всем доказано и показано несколько раз. Ну вот, и вообще, они как, знаешь, они как такие братья-близнецы, разученные в детстве, они все время ищут друг друга, вот это русские и немцы, да, они все время носами где-то там трутся, значит, нюхают, обнюхивают друг друга. И все время достается Польша, Украина, там, другим странам достается, евреям достается, кому только не доставалось за этот период времени, Балтия, Бабал там достается. Они все так друг другу. Вот идеально было бы, если бы на месте Украины находилась Германия. Вот прям вообще хорошо. И чуть-чуть вот где на месте Белоруссии, например, Франция, и вот обнимайтесь, пожалуйста, бестро, шлепают тебе по жопе, говорят, принеси быстро там кофе, булку давай этот, пирожок сраный, как его, круассан твой сраный, неси быстрее, там, мадам, месью, да, вот это, ну-ка, пиво давай быстрее, убери тут я наблевал, да, вот это все. Вот то, что они любят, то, что любят эти старые европейские нации, которые, ну, французская нация, на мой взгляд, скончалась после поражения Наполеона, немецкая нация имеет шанс, конечно, возродиться, потому что, в принципе, немцы в большинстве самые здоровые люди, да, но вот эта отрыжка Второй мировой войны, на этой отрыжке, значит, такая мощная, такая продолжительная отрыжка, на ней, как на русском газу, значит, они вот это летят вот эти все годы. Вот это, конечно, гениально. Кто-нибудь из немцев встанет и скажет, вот я немецким языком не владею, кто-нибудь встанет и скажет, минуточку, а какой у вас комплекс верный перед русскими? Значит, целенаправленно вы убивали евреев и ромов, и еще там людей разных, да, там, меньшинства. Значит, попутно и полуцеленаправленно вы убивали другие народы миллионами, да, захватывая там территории и расправляясь, уставляя свой там великий рейхспорядок там арийский, да. Вся война шла на территории фактически, ну, в Европе, на территории Польши, поляков, на территории украинцев, на территории белорусов. Россия была захвачена чуть меньше, чем совсем никак, вот, ну, чуть больше, чем совсем никак, да. Ну, мы же карту можем посмотреть, там, в Германии все-таки глобусы еще продают, еще не запретил там какой-нибудь Талибан карты, там, мира, там, я не знаю, что все там нормально же, да, вроде там, под сосиску можно купить и карту, да, положить ее, на нее положить рульку, там, сосиску, пиво, потом чуть-чуть отодвинуть и посмотреть. А где же мы воевали-то, где же мы творили этот холокост, где же мы убивали людей-то тысячами, где же мы убивали повстанческие армии, в каких странах? Наверное, это были страны Балтии, Польша и Украина, наверное, это не Россия была, вот, вот, вот как-то так. А войну-то, так-так-так-так, чуть-чуть памяти, вот, так, по затылку, а войну мы с кем вместе начали, Вторую мировую-то? С кем вместе-то? С русскими? Причем тут украинцы? Украинцы тогда были. С этого надо было и начинать, собственно, да, Айдер. Ну, на самом деле, знаешь, и вот предыдущий наш спикер, Михаил Шейтельман, вот, он недавно сказал, что общественное мнение Германии, вот, такое неоднозначное, с одной стороны, они поддерживают, они, как минимум, 50 на 50, не против поддерживать Украину оружием, ну, может быть, не танками, но, тем не менее, большинство склоняется к тому, что все-таки Украина должна пойти на территориальные уступки России, вот это, и, собственно, тут два таких момента, то есть, это вера в то, что все-таки там, наверное, есть какая-то легитимность у запросов Путина, что он реально искренне считает, что там есть какие-то исконно русские территории, и что он ими будет удовлетворен, на этом эгрессия закончится, это первый пункт. А второй пункт, что все-таки в большинстве стран НАТО, за исключением, наверное, балтийских стран и Польши, есть уверенность, что до них эта межславянская война, межвосточнославянская война не дойдет. Ну, знаешь, дурак, как говорят, такая кассабская пословица, дурак думку и крепок, да, вот, допустим, наиболее такие, вроде как тоже не совсем они так уж близко, Швеция, Норвегия, Финляндия прекрасно понимают, что это может до них дойти, да, там поддержка Украины колеблется на уровне, там, 97-99 из 100 процентов, вот, эти страны, ты забыл еще упомянуть, там больше еще поддержка, чем в странах Балтии, по той простой причине, что там русских мало, таких, которые с Путиным в сердце живут в странах Балтии, например, вот мне сегодня звонил друг из Литвы и говорит, встретил знакомую, она такая говорит, ну, в принципе, Путин прав, мы русские, она литовская гражданка, чтобы было понятно, да, мы родители там или кто-то, все родственники там и выросла в Литве, да, то есть она не дочь военного даже, просто вот русская кровь ударила мочой в голову, да, почему-то, жила спокойно, значит, жила, значит, она в России, потом, значит, она вернулась к своим родителям, видать, там что-то ее покачнуло, сейчас она уверена, ну, пропагандой, наверное, подпиталась, что русские всех убьют, значит, и она говорит, я, моему знакомому, я перееду в Москву, потому что и Вильнюс ваш скоро захватят, значит, и все ваши Таллины вот эти все захватят, и она все это с улыбочкой, там, мысленно, там, пересчитывая в евро свои доходы от сдачи каких-нибудь квартир или что-то еще, да, то есть вот с такими людьми мы имеем дело. Я, как бы, хочу сказать, что вся вот эта спокойствие, все вот это немецкое спокойствие, она, во-первых, от такой всепоглощающей, сытой глупости, конечно, которой вся Европа пропиталась, слишком хорошо жили, за счет, опять же, в том числе и русских, русские эти наркотики дешевые подбрасывали, газ и нефть, там, слишком хорошо жили, меньше работали, больше получали, там, в отличие от других регионов, особенно старая Европа, да, зашибись пожили, да, но за все в этом мире надо платить, и Жозе Бераль правильно сказал когда-то, месяцев пять, наверное, назад, что мы поставили свою безопасность ниже, чем свою выгоду, и в итоге поплатили своей безопасностью, а то, что немцы думают, что до них не дойдет, но Вторая мировая война, Первая мировая война, как никому ничего не научила, книжки тоже не продают уже в Германии, да, уже нет уже книжечек, да, вот, ну так возьмите, почитайте, что никогда такие фюреры не останавливаются в жизни, такие люди останавливаются только силой, никогда в жизни такой народ, как нацистских немцев, там, Германию нацистскую, как расистскую Россию, никогда в жизни остановить невозможно ничем, кроме силы, И вот вся их спокойствие, вся их такая лагерность, такая нежность, да, вот это миролюбие, оно базируется только на одном. Если бы у них хотя бы с одним селом сотворили то, что сотворили с Солидаром, например, просто нет города, то просто это реально просто руины. Это камни на камне, разрушенные судьбы тысяч людей. И таких городов десятки в Украине, десятки. И это сотни, если половине немцев это не больно, значит мой диагноз очень плохой, значит у них нацистская кровь до сих пор течет, значит они в душе не покаялись, значит они все-таки считают, что какие-то ошибки Гитлер совершил, но в принципе, идейно, да, он имел на это право, так как у него была сила. И вот это, знаешь, то, что объединяет опять Россию и Германию, вот это ощущение какое-то подспудное превосходство силы, вот это ощутила Екатерина II, когда из немецкого, тогда еще не была единой Германии, вот она приехала в эту Россию, там много немцев ездила туда, да, по разным причинам, но в основном по причине алчности и безнаказанности. Она поняла, что здесь все фантазии вот эти могут реализоваться, да, и вот они так, значит так вот здесь и половина считает, что до них не дойдет и что Украине надо помогать там какими-нибудь шмайсерами там или какими-нибудь клизмами, да, то эти клизмы к ним прилетят. И ошибка Путина роковая, роковая, я считаю, вот просто это вот он просчитался на 100%, я серьезно вполне говорил, что ему надо было нападать на северную Германию, вот, и высадиться где-нибудь в Гамбурге или куда там втыкаются его эти газопроводы, да, высадиться для защиты газопроводов. Мы все это смотрели в фильме «Оккупированное», прекрасное кино норвежское, можете посмотреть, да, значит, высадиться где-нибудь там во Франции под прилогом того, что интересы национальные там в шампанское, там не так называется, мы должны его переименовать, мы тут русские, помните слово «бистро», вот, и как вы быстро капитулировали, да, вот, вот там надо было высаживаться, вот там Бундесвер сопроводил бы его до Берлина, колонны танковые прошли бы по Германии, стыдливые немцы, плакали бы, значит, роняли там слезы, значит, бывшие русские немцы выскочили бы давно уже с триколорами и со списком своих нелояльных к русским соседей, да, все было бы нормально, французы бы то же самое, тем же самым занялись, наверное, то есть, что-то мне предполагает, знаете, вот, когда говорят НАТО, не НАТО, любая помощь предполагает сопротивление, вот, если человек тонет и он не барахтается, никто даже не придет, не подумает к нему прийти на помощь, он подумает, что он нырнул и нырнул, ну, и даже если поймут, что он тонет, скажут, ну, он не хотел спасаться, что мне там, что мне больше всех надо, что ли, да, вот, если страна не будет сама сопротивляться, никакой пятый пункт НАТО не сработает, ничего не сработает, никакие договоры не работают, если воли нет, сколько мы видели договоров, которые не имели под собой политической воли или воли сопротивления, да, поэтому НАТО ничего, никого не спасет, если вы будете как тряпки валяться под ногами у Путина, да, вот, и это просто про будущее, но, слава богу, есть поляки, которые что-то помнят, да, что-то, что-то как-то помнят они, и, слава богу, то есть эстонцы, латыши и литовцы, Эстонии, вообще, слава, она вышла на первое место в мире по проценту своего бюджета военной помощи Украине, да, вот, люди помнят, у людей хорошая память, люди знают, чем это все заканчивается, да, а ты что, от Польши там до Германии, что ли, далеко, или от Литвы до Германии далеко, да, совсем близко, поэтому, слабоумие, вот, у меня другого диагноза нет просто. Айден, ну, а вообще, как ты оцениваешь все-таки перспективы, я не знаю, я знаю, ты обычно избегаешь таких, вот, особенно военных прогнозов, понятно, но, вот, в контексте, вот, если мы говорим сейчас о духе сопротивления, духе и желании продолжать борьбу и так далее, вот, с российской стороны ты видишь, получается ли пропаганде сейчас все-таки перевести эту войну в статус Великой Отечественной и войны на защиту, как бы, в контексте, вот, готовящегося, как нам рассказывают, большого очередного наступления? Ну, смотри, на мой взгляд, я, конечно, там не живу, слава богу, но, на мой взгляд, и да, и нет, то есть, русская этика, она подразумевает двулище и лживость, и все прекрасно это знают, да, это все начинается с опоздания в школе, когда говорят, что там, что они придумывают, у меня животик болел, все знают, что он врет, да, и вот так русская жизнь, она так устроена, она до гроба во вранье, до гроба, вот, и в двоемыслии. Формально они тебе наговорят чертову кучу чего, и про патриотизм, и про царя Отечества, и как-то все мы помним 1914 год, ну, мне тогда мало лет было, но тебе тоже, но, в принципе, события восстанавливаемые в памяти, да, как они шли, там, как они всех вот ненавидели, как они хотели всех убить, да, и как потом все это отпружинило, да, а потом они опять захотели всех убить, да, вот, это все очень лицемерно, и очень, вот я разговаривал тоже с человеком одним, который там буквально у меня по пальцам людей, с которыми я просто могу спросить впечатление о том, что там происходит, да, и это люди не публичные, они нигде там ничего не делают, и, как бы, они объективно судят по своим соседям, там, каким-то там, да, приятелям и так далее. Вот начинаешь спрашивать, значит, а ты пойдешь, типа, а что вот будет, если мужа призовут, да, ну, что, пойдет воевать, да, и я пойду воевать, говорит какая-нибудь жена, да, потом через три минуты, значит, когда начинает человек объяснять, что, ну, и я, конечно, не против, что вы пойдете, ваша жизнь, она ваша, да, но вот такие вот цифры, значит, вероятнее всего он будет либо убитый, либо коллега, либо с синдромом, с таким, что вы жить не сможете вместе, да, вся ваша жизнь будет переломана, и в каждом вот вашем подъезде будет по три-пять убитых и раненых, да, хочешь повоевать? Ой, что-то уже не хочет, да, понимаете, как до дела доходят, они часто смываются, вот я просто помню, какая была грозная страна Советский Союз, и как в девяносто первом году, в марте, если я правильно помню, был референдум всесоюзный, где весь советский народ, особенно русский народ, им как носитель, так сказать, высокого звания главной нации этой интернациональной страны, но почему-то там были арийцы, а были говно, да, вот, и они, значит, как они все за Советский Союз были, а тут наступает утро 21 августа 91 года, и никого нет, и я иду по городу, где я вырос, и никого нет, никаких КГБшников, никаких военных, как потом выяснилось, они были на больничном, они, они как тот школьник, да, они где-то там, животик у них заболел, они в школу опоздали, они не пришли куда-то, они бросили свои танчики, да, которыми там всему миру угрожали, что-то они про все забыли, и мы зашли, помню, с моими коллегами по независимой газете, такой антикоммунистической, полуподпольной, в ком партии, куда вообще зайти было нельзя, и охранник выбежал, дедушка какой-то там, говорит, ой, а никого нет, а вы зачем пришли, мы говорим, нам газете нужно помещение, говорит, да выбирать любой кабинет, я это прекрасно помню, и в Москве 7 тысяч, по-моему, или 8 на Лубянке сидело с арсеналом, которым они могли расстрелять всех протестующих в Москве до одного, физически, да, но что-то у них где-то вот, какой-то у них, что-то у них где-то ломается, да, поэтому их вот этот весь борзый дух, он, конечно, не так зависит даже от количества погибших, потому что рабам, по большому счету, все равно, сколько рабов погибло, то, что он живет в такой психологии, умрит и сегодня, я завтра, и если я жив, то значит все нормально, вот, это так то, что психология понятная абсолютно, вот, но я думаю, что их остановят, вот реально остановят не только, не только количество погибших ранее, хотя это важно, это будет подтачивать, конечно, это все, пропаганду и все такое прочее, но их подтолкнет к этому серьезное, крутое военное поражение, которое им будет нанесено, да, но я условно называю, это у меня ролик на канале, называется «Последний бросок на Киев», да, ну вот условно, он собирается, он собирается всеми силами, там, какой-нибудь царь-батюшка, какой-нибудь там фюрер, и вот последний его бросок, вот сейчас мы соберем силами, все пойдем и все умрем в борьбе за это, а потом они получают звезды просто, от более мотивированной вооруженной и, ну, в первую очередь, более мотивированной армии, и ты их днем с огнем не сыщешь, и все эти, они разбегутся, они будут плакать, они будут вот рассказывать, что вот они вообще-то всех любят, вот, как на допросах, мы же видим, это же лицемерие такое, то есть, я пришел вас убить, «Ой, не получилось, ой, простите, пожалуйста, убивать плохо», но вот они так живут, с такой моралью, с двуличием, причем все, ну, то есть, это не то, что все абсолютно, но, причем это не важно, там, ты малообразованный какой-нибудь грузчик тамбовский, или ты какой-нибудь профессор-историк там какой-нибудь, да, не имеет значения, у всех образ мысли одинаковый, а нас-то за что? Вот, ну, а вот за что, ребята, прилетит всем, просто, даже не представляете, как всем прилетит, вот так будет плохо, что вы, вот это ваше заглумление над украинцами, да, или такое на полшишечки сочувствия, да, оно вот такой шишкой вернется в лоб, и не только, так что подождите просто немного. Вот я хотел бы как раз про это, да, перейти к твоему недавнюю посту, с человеком, с которым я, кстати, какое-то время назад писал интервью, Андрей Зубов, это историк, и вот ты анализировал его пост по поводу там смерти сына его украинского товарища, и вот он пишет с обеих сторон, как бы, Зубов пишет про жертвы большие с обеих сторон, и вот ты просто вот разошелся таким гневом по поводу Зубова, и, ну, как бы, я так понимаю, что ты считаешь показательным вот такое отношение, можешь нам объяснить, что вызвало твою такую вот ярость в этом посте? Нет, в этом посте никакой ярости, ее можно прочитать везде у меня на любых ресурсах, вот, в этом посте есть простая логика, если перенести вот эти слова, вот эту жалость, джек, там, с обеих сторон, да, то давайте перенесем, вот Андрей Зубов, он умный человек, совершенно не дурак никакой, вот, ну давайте, Андрей, поговорим, вот изнасилованная девочка, а вот маньяк, изнасилованная убитая, допустим, вот маньяк, которого она поцарапала, и у которого там на разрыв сухожилий, да, где-нибудь там, или он хрипит, у него кровь оттуда течет, и он бежит в медпункт, и точно переживать за девочку, которая, допустим, умирает, да, из-за маньяка поцарапанного, который ею, который сделал свое преступление и бежит в медпункт, это точно эквиваленты, да, это точно жертвы с обеих сторон, нет, конечно, это не жертвы с обеих сторон, да, то, что с маньяком происходит, это издержки преступника, это издержки, на которые он идет, совершая свое преступление, да, он сознательно это делает, он понимает, что так может быть, А вот девушка изнасилованная и умирающая, она не шла на это преступление, это не эквивалент. Второй пример. Он ему как историку будет, наверное, ближе даже. Значит, пожалуйста, да, вот Андрей Зубов такой пишет, году в 43-м, да, или в 42-м, да неважно вообще в каком году, да. Вот смотрите, германский рейх ведет геноцид, он убил столько поляков, он убивает столько евреев, он ведет холокост, но жертвы есть с обеих сторон. И среди ротации вот этих частей СС, которые охраняют концлагеря, они тоже попадают на Восточный фронт. Вот сегодня он печь охраняет, газовую камеру, завтра он попал на Восточный фронт, несчастный мальчик, его там ранило или убило. Это же жертвы с обеих сторон. То есть еврейские, евреи, которого пихают в газовую камеру, да, значит, потом в печь сжигают, стирая следы преступления. И его охранник, который является военным, значит, страны, который ведет геноцид, это точно жертвы с обеих сторон? Это точно так читается? Конечно же нет. И, конечно же, все это прекрасно понимают. Просто, вот, знаешь, я такую вещь сказал давно уже. Я против коллективной вины. Вот как понятие такого, что ли, навязанного, да? Ну, его трудно юридически обосновать там и так далее. И это не юридическое понятие. Но я за то, и я думаю, что коллективная вина – это то, что человек умный, эмпатичный, а как бы интеллектуал, он должен быть эмпатичный. Тогда это просто начитанный сволочь, да? Начитанный преступник. Вот. Чикатило тоже был образованный, да? Вот человек умный и, как следствие, эмпатичный, вот, он, только он сам может взять коллективную вину на себя. Только он сам может без всяких лишних оправданий сказать «Да, причастны многие, причастны большинство». Да? Это как, знаешь, я видел карикатуру такую очень жестокую. Там стоит солдат русской расистской армии, и он убивает девочку, направил на нее автомат и говорит «Только запомни, это не я, это Путин». Вот, понимаешь? А там следующая фраза уже идет «Власти страны развязали» и так далее. Слушайте, а властям страны кто развязали руки-то? А почему власти Франции не развязали такую геноцидную войну где-нибудь? Наверное, потому что французский народ это бы не поддержал. Вот, да, сейчас. А почему же власти какой-нибудь другой страны, да, не устроили геноцид соседнего народа? А почему американцы не пошли переучивать мексиканцев, сказать им, что они такие же Соединенные Штаты, вот, просто случайно названные Мексикой, и что их испанский язык, это просто ошибка, и говорить надо по-английски всем. Вместо этого почему-то испанский язык присутствует там на третье население и до везде испанскоязычные вывески, и никого это не дротует, не раздражает. Я вижу в этом, вот, холодно говоря, отсутствие логики, а говоря оценочно, это бессовестность. Потому что уж точно говорить о жертвах с обеих сторон, и то аккуратно, в плане каком-то статистическом, можно лет через 50 какому-нибудь отстраненному аналитику, который просто будет цифры в колонке складывать, да, вот просто статистику, и все равно он будет договариваться, что это армия оккупанта. А сейчас, когда все, все суждения относительно этой войны оценочные, когда нельзя быть, и он как бы, Андрей Зубов, как бы на стороне добра, и я даже верю, что он на стороне добра, то есть он точно не на стороне геноцидов, он не за геноцид украинцев, спасибо, я никогда в этом не обвинял. Но вот эта позиция половинчатая, она провальная, она ненадежная, она рушится при простой любой аргументации. Разумеется, с ним не будут дискутировать, мне это совершенно не нужно, как и ему, но я просто вот пояснил там в 3-3 абзацах на украинской правде, зафиксировал это, что вот эта политика уравнивания, сравнивания, приравнивания, в конце концов, убийцы-жертв, организаторов и участников геноцида с объектом геноцида, это антиисторический подход, это подход сугубо политический, идеологический, которым господин Зубов и ему подобные люди, как я полагаю, хотят снять на будущее заранее комплекс виндук, то есть как бы дезинфицировать авансом, дирекшизировать авансом, то есть не хотели, не знали, не понимали, случайно шли на фронт, случайно убивали, девочка это не я, это Путин, да, и спрыгнуть, но спрыгнуть-то не получится. И как историк господин Зубов должен это прекрасно понимать, что все равно расплата-то будет, будет расплата, и ее не может не быть, или он тогда не историк, тогда значит он просто человек, который искренне любит русскую культуру, русский народ и русский язык и Россию, где бы он там ни жил, да, и вот просто эта любовь, она не дает ему исторически мыслить, выстраивать причинно-следственные цепочки, собственно, зачем историка нужен, иначе это не наука никакая, иначе это политические заигрывания, это виляние, я такого не люблю, и говорю, это прямо всегда в глазах, могу любому сказать и доказать, например. Айдер, ну, к сожалению, подошла, уже подкатился конец нашей беседы, я надеюсь, что скоро, вскоре мы с тобой продолжим нашу дискуссию, призову еще раз наших зрителей подписываться на YouTube-канал Айдера Муждабаева, а также на YouTube Крымско-Татарского канала, где работает уже много лет Айдер Муждабаев, АТР, Айдер Чок-Саул, спасибо большое, дружище, что был с нами. Субтитры создавал DimaTorzok